Здравствуйте! Вот я в своей жизни всего несколько раз был в планетарии. Первый раз совсем был ребенком, и надо было скорее бежать на электричку, потому что вот только первое действие, первое деление вот этого шоу планетарного, планетарского, да, я посмотрел. Вообще планетарии вот в том виде, как они сейчас существуют, такие вот механические планетарии, скажем так. Это такой большой шар, не один, а два шара больших, которые нужным образом могут вращаться под определенным углом, имитируют. А в нем много-много дырочек, которые обозначают звезды. И вот они так вот проецируют на небо, вот он планетарий в действии, да. Но правда, надо сказать, что фотографии, сразу скажу, это фотомонтаж. Отдельно вот публика внизу с этим аппаратом для планетария предназначенным, а отдельно, значит, звездное небо, его смонтировали. Потому что разница освещенности такая большая, что одновременно и то, и другое, сфотографировать нельзя. Так вот, первые планетарии стали появляться только в 20-х годах 20-го века, вот эти вот механизмы. Сейчас они до сих пор служат. Надежная, простая схема, ломаться практически нечему, да. Чем-то похоже на аппаратуру, на механику настоящего, так сказать, телескопа, да. Сейчас только в последнее время стали появляться проекторы, ну, на базе компьютеров, да, понимаете, вот такие вот проекторы, компьютерные проекционные системы, которые там все, что хочешь, тебе изобразят. Вот, это стали появляться. Мы не отрицаем. Я долго думал, что вот эти вот такие механизмы, связанные вот с демонстрацией движения звезд, это изобретение, ну, 20-го века. Хотя, на самом деле, традиции изображения нашей системы солнечной уходят в глубокое прошлое. Дело в том, что еще совсем в давнюю, до Коперниковскую эпоху были соответствующие механизмы, которые демонстрировали движение планет вокруг Земли, вокруг земного шара, да. И вот тут вот такая вот сцена, что-то типа того, что было на предыдущей фотографии только лет на 300, на 400, да, раньше, да. Вот так вот они сидят зачарованные, детишки смотрят, как там по небесным сферам катаются планеты вокруг Земли. Так вот, на самом деле, первый механизм такого вот типа появился в гораздо более поздние времена, когда уже как Коперниковская теория была. Этот вот элемент того еще старого до Коперниковского механизма, значит, показывает движение планеты вокруг Земли, одной из планет Солнечной системы. Кажется, Меркурий, если не ошибаюсь. Так вот, вот это вот первый, скажем так, планетарий, первый механизм такого вот типа, который основан на Коперниковском представлении о Солнечной системе. Дело было в 18 веке, когда система мира Коперника, она стала общеизвестной, общепопулярной, общепризнанной и послужила поводом для массовой паники. Дело в том, что в 1772 году в очередной раз прошел слух про парад планет, что планеты выстраиваются в одну линию относительно Солнца, и вот на Земле будут катаклизмы. Ну все, обошлось, слава богу, как и всегда. И в 73-м году Эйлинг, я примерно так вот произношу его фамилию, потому что он почти неизвестен, к сожалению. Вот в интернете, например, про него практически ничего нельзя найти. Он придумал вот этот механизм. Он сделал его Коперниковского типа, вот эту Солнечную систему, долго делал, и в 81-м году он у него заработал. Мелопланетарий, кстати, механический, типа гигантского такого часового механизма, где планеты обращаются с нужным количеством. Ну вот, скажем, Земля условно за год, а Юпитер условно за 11 лет. Ну то есть в 11 раз медленней оборот делает вот тот вот планеты Юпитер. Они тут вот, так сказать, подвешены под потолком. За потолком, над потолком, там сам механизм находится, до сих пор работает, функционирует. Все сделано вручную, вот уже 200 с лишним лет прошло. Ну, все работает. Вот, и кстати, обратите внимание, поводом для появления этого механизма послужил, значит, всплеск массовых околонаучных предрассудков, да, о том, что вот этот парад планет в Коперниковском системе мира проведет к катастрофе. Всех благ вам, удачи, до свидания.